Практическая психология Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. Тема нашей программы – как без лишних стрессовых ситуаций подготовиться к учебному году или, я бы так еще назвала, как грамотно перейти от отдыха к процессу учебы и работы. Ну а раскрыть эту тему мне сегодня поможет практикующий психолог, психотерапевт Ольга Счастливцева. Оля, здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. И сразу же перейдем к теме, что вроде бы сейчас пока еще середина августа, лето, наслаждаемся по полной программе, но не все так легко и просто проживают эту середину августа, зачитывая выдержку из сообщения нашего слушателя. Раньше начало учебного года ожидалось радостью. Теперь, когда появились свои собственные дети, каждый август как марафонский забег, причем у всей семьи. Дети стонут уже о том, что не хотят учиться. Жена в стрессе от предстоящего процесса выполнения домашнего задания, я же в стрессе от всего вместе взятого. Вот такая ситуация. И вопрос, как грамотно перейти без истерик от отдыха к процессу учебы. Причем, я так понимаю, человек задался с точки зрения семейной системы. То есть не просто я пытаюсь детей изменить, настроить как-то, но вообще полностью семейную систему перестроить таким образом, чтобы легче войти вот в этот учебный год. Да, ну, судя по всему, герой этого текста действительно подошел основательно. Я думаю, что это очень даже правильно, потому что когда в семье всем членам семьи комфортно, и начало учебного года переносится гораздо мягче и приятнее, конечно, жизнь становится ярче и веселее, несмотря на то, что наступает осень и дожди и холод. Но прежде чем ответить на эти вопросы, надо сначала задаться, а почему вообще возникает этот стресс? Да, действительно. Нормально это? Или, может быть, это надуманное? Может быть, это наговоренное кем-то? Может быть, так просто принято напрягаться перед началом учебного года? Или реально есть основания? Да, может быть, испокон веков в этой семье так и было, да? Может быть, да. Бывают такие истории. Вот у меня есть практика. Женщина обращалась ко мне на консультацию. Именно она не понимала, что случилось, но она обратилась к состояниям собственным. Ей было тяжело, психосоматические были проявления. То есть вроде бы все хорошо, диагнозов никаких нет, врачи сказали, вы здоровы, но тем не менее здоровье пошатывается, давление, головокружение, и ничего не помогало. Так, и все это как связано с начала учебного года? Дочка пошла в первый класс, и вот тогда-то все и началось. И когда мы стали работать, оказывается, что в этой семье ее мама, ее бабушка и ее прабабушка, то есть нам удалось пойти довольно далеко, именно в 7 лет в этих семьях что-то происходило. То есть когда было ребенку 7 лет, в этих семьях происходили стрессы. А поскольку на уровне генов у нас есть информация не только о нашем иммунитете, но есть информация даже о таких событиях семейных, это тоже в генах, то когда ее ребенок пошел в первый класс... И ничего не оставалось? Есть ничего не оставалось, как вспомнить бессознательно, естественно, и проявить эту ситуацию. Но, собственно говоря, могу сказать, что все решилось очень быстро и благополучно. Когда мы нашли зерно, все-таки соматические проявления у человека прекратились, с ребенком наладился контакт, и более того, ребенок стал с удовольствием ходить в школу без проблем. Отлично. Но давайте попробуем все-таки вернуться к той теме, которая называется «Что же это за стрессовые ситуации? Почему нам так сложно бывает перейти из зоны отдыха в зону работы или в зону учебы?» Ну, потому что зона работы и зона учебы — это всегда дисциплина, это всегда какой-то регламент, это всегда усилие воли, это всегда надо поставить планы, цели, задачи и планомерно к ним идти. То есть это совсем другой режим функционирования. И он, естественно, может вызывать напряжение, если на эту ситуацию смотреть только с этой точки зрения. То есть, знаешь, Уля, такая шутка в народе, что три летних месяца — это три месяца реабилитации родителей и детей от процесса обучения. Да. Да-да-да. Мы вроде бы наслаждаемся по полной программе этими тремя месяцами, но вот видишь, не за горами сентябрь. Не за горами. И поэтому хочется очень так грамотно войти в это состояние, чтобы не проживали вот эту стрессовую ситуацию все те члены семьи, которые, например, связаны с тобой. Я понимаю. Но вот сейчас мне на ум приходят такие мысли. Заводить будильник, постараться вставать. Вспомнить, что я пойду учиться, если обращаться к школьникам, да, или к родителям обратиться, что давай вспомним, там, как тебе здорово, ты встречаешься с друзьями. И вспоминая всё это, что сейчас приходит на ум и озвучивая, у меня всё-таки, ну, сомнения закрадываются, вспоминая себя. Это всё равно ведь не помогает. Нет, мне тоже кажется, что... Ну, это же всё ерунда. Получается, что ты уговариваешь сам себя, да? А как же вот найти, как сделать так, чтобы это было эффективно и не было вот этим вот самообманом? Тут всё-таки надо, наверное, задуматься, а в чём причина этого стресса? Почему так стрессово? И если понять эти причины, вот тогда точно можно что-то сделать. Ну, вот хорошо, попробуем на мне сейчас. Да, у меня тоже дети, которые пойдут в школу, причём в таком подростковом уже периоде, в сложном периоде. Я думаю о том, что мне придётся, прежде всего, перестраивать полностью образ жизни, да, в связи с тем, что надо будет раньше вставать, надо будет проконтролировать процесс, как дети собрались и ушли, да. То есть всё равно взрослый начинает с себя. Но или же я буду из этого делать проблему, да, или же я это буду в планомерном режиме вводить в свою жизнь и в жизнь своей семьи. Я думаю, что совершенно это оправдано и могу привести свой пример. Вот, опять-таки, у меня ребёнок пойдёт только в первый класс, и я уже слышала много-много раз от родителей, у которых дети уже пошли в первый класс, что это, о боже, август, это кошмар, это же надо целый месяц посвятить, чтобы купить учебники, тетради, школьная фобка. Это просто вот волосы дыбом, и какое счастье, что у тебя ещё маленькие. Но я как-то так настраивалась, но середина августа я до сих пор ничего не понимаю. То есть вы ещё до сих пор ничего не приобрели? Я не понимаю, почему это стресс. Потом ещё говорили, что, о, это подготовка к школе целый год, ты вводишь ребёнка, о боже, это ужас, это просто год из жизни выкинут. Вы знаете, и в этой теме я не ощутила никакого напряга. А почему не ощутила? Потому что вот у нас ребёнок старший, он ходит на развивайки, читайки, считайки и так далее. Не только в последний год перед школой, да. Он как-то ходит с трёх лет, и это норма, что мы вводим ребёнка на его любимые занятия, и ничего не поменялось, когда ему шесть лет, и вот ему семь. И, собственно говоря, мы очень спокойно подготовленные уже идём в школу, потому что мы это начали с трёх лет. Но не готовить к школе, а заниматься любимым. Дети очень любят познавать, и это норма для них. Поэтому и с родителями думаю так же. Встать пораньше. Вот я когда говорю своим клиенткам, они говорят, ну где взять время? У меня дети маленькие, вообще вот я просто выше крыши загружена. Я говорю, ну вы встаньте на 20 минут пораньше. Когда все спят, вы сходили в ванную, приятную процедуру приняли, потом заварили себе чай или кофе. И у вас есть целых 5 минут выпить этот кофе, этот кофе или чай в одиночестве, когда все спят и гробовая тишина дома. Вы представляете, целых 5 минут, а до этого ещё 10, только в вашей жизни. Ваш день пойдёт по-другому. О, это мне что, на 15 минут надо встать? Не, для меня святое поспать лишнее, 15 минут. Но, дорогие мои, ну выбирайте, как вы хотите жить, в конце концов. Да, действительно. Итак, хорошо, мне нравится этот подход. Вход каждый день на 15 минут раньше. Да, и делать для себя что-то приятное в эти 15 минут. А кто-то в эти 15 минут читает новости или их слушает и пьёт кофе. За эти плюс ещё 15 минут, это уже целых полчаса, можно ведь книжку прочитать. Но это вы сейчас к теме, Оля, саморазвития и всего остального. Нет, 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 нет. Потому что, когда наступит учебный год, вы привыкли легко вставать с утра, и для вас это связано с чем-то приятным, то вы в таком же режиме, при душе, выпили кофе, посмотрели, всё ли собрано, всё ли приготовлено, и вы-то уже у себя есть. И легко уже входим в этот день. Да, это не в стрессе, волосы дыбом побежали, и все в одно мгновение в одну единственную ванную. Нет, вы уже в порядке. Это касается, между прочим, ведь ещё и мужчин. Они тоже собрались спокойно, оделись они в порядке. Встала супруга, она тоже уже причесалась, ресницы накрасила. А тут и дети. И гораздо проще, потому что я-то себе посвятила целых 30 минут, и я уже готова подарить это время детям. Тогда, скорее всего, эти дни будут проходить, учебные дни, утро, гораздо мягче. И если будет стресс, то он снизится значительно. Согласны? Согласна. Оля, ещё скажите мне, пожалуйста, каким образом настраивать ребёнка? Ну, сейчас мы не будем говорить про то, что давать какие-то установки или ещё. Вот именно практически прямо действия, что процесс школы – это обязательный процесс, который ещё ни один ребёнок, слава богу, здоровый, счастливый не избежал. Да. Но опять-таки единственный путь, который понимаю я и который работает не только в моей жизни, это всё-таки идти от себя через свой опыт. Надо просто вспомнить, а что хорошего было у меня лично, когда я ходила в школу. И именно позитивный опыт рассказывать ребёнку. А когда вы будете ещё в картинках представлять, как у вас это было здорово, то интуитивно ребёнок эти картинки тоже будет воспринимать через ваше выражение лица, через то, как лучатся ваши глаза, как розовеют щёчки, как расслабляется тело. Отлично, мне очень нравится. Я не могу верить, что это правда. Я могу сказать честно, я не любила ходить в школу. Ну, честно, я не любила. Но я не буду этим делиться со своим ребёнком, потому что у меня там были друзья, у меня там были любимые предметы, а у меня была любимая учительница первая, Наталья Николаевна. Я вас обожаю. Тем не менее, я не любила ходить в школу. Я не любила, не любила, потому что для меня это был стресс. Я отлучалась от мамы, а мне хотелось быть с ней. Но это такая тема, когда ребёнок не напитан, он не чувствует себя безопасно за территорией дома или когда мамы нету рядом. Но это моя была личная тема. Тогда я ничего про это не понимала. Но я не буду этим делиться с моим ребёнком. Не только потому, что я уже отработала это, а ещё и потому, что там было столько всего замечательного. Более того, когда я училась в школе, я занималась любимыми спортивными секциями. Это тоже было, когда я ходила в школу. Стоит поговорить об этом, подключая эмоции, тогда ребёнок поверит, что и у него тоже будет здорово. Хорошо, вот моя ситуация. Я наоборот, в отличие от вас, Оля, обожала ходить в школу. Я туда бежала, мне там очень нравилось, я хорошо училась. И у меня было ощущение того, что интересно, если школа закончится, как же там вообще дальше в жизни это всё будет. Мне так нравится, так в кайф. Когда я рассказываю это своему ребёнку, он мне говорит, мам, ну слушай, все четвёрки и пятёрки ты получила, похоже, за нас за всех вместе взят. Потому что я не очень так-то горю вот этим желанием идти в школу, учиться. Но это, наверное, подростковый период ещё плюс ко всему. И моменты какие-то, например, у кого хорошо получается, то почему бы не идти и не учиться. А если у нас зона, например, неуспешности, то тогда каким образом ребёнка можно ориентировать? Всё равно школа, никуда не деться от этого. Всё равно школа, да. Но здесь уже только очень такой доверительный, открытый, честный, нежный, мягкий диалог со своим ребёнком. Надо просто уметь разговаривать. И не бояться задавать вопросы. А что там тебя беспокоит? Что не нравится? Вот почему ты так не хочешь? Поделись. Вот ты знаешь, вот мне тоже были такие периоды. Я, конечно, обожала ходить в школу. Допустим, если это не моя личная история, вот взять какой-то пример. Но вот у меня были периоды, когда я не хотела ходить в школу, вот когда было вот то-то и то-то. А вот у тебя как? И очень здорово, когда существуют доверительные отношения, и диалог выстроен уже задолго до школы, да, между родителями и детьми. Вот тогда здесь просто поговорить. А что тревожит-то? И когда вы поймёте, что именно тревожит, у вас наверняка появятся мысли, как помочь. Но если не появятся мысли, то всегда есть специалисты, психологи, которые с этим работают, и они могут вам помочь и рассказать, а как поговорить с вашим ребёнком. Хорошо, ещё один вопрос. Как не превратиться в невротика от предстоящей нагрузки, которая у наших современных детей в школе? Вот это Жанна, 35 лет, спрашивает нас. Как не превратиться в невротика от той нагрузки, которая в современной школе? Ну, то есть тоже тема такая же перекликается, да, то есть женщина уже внутренне напряжена, и ей кажется, что как только учебный процесс начинается, так жизнь превращается в какой-то ад, да? Я вот сейчас хочу сказать, привести просто пример. Тут недавно мы общались с сыном, который как раз идёт в первый класс. Это по поводу отношения и по поводу мышления нашего и современных детей. В общем, есть такая передача в телевизоре, да, и там один известный человек, его зовут Фёдор Бондарчук, он, ребёнок, говорит, вот я хочу, чтобы меня Фёдор Бондарчук научил проходить сквозь стены. Фёдор Бондарчук, так деликатно улыбаясь, говорит, ну, это не так и сложно. Мой сын говорит, конечно, не сложно, двери же есть, вы понимаете? А я в этот момент вспоминала фильм «Чародеи», да, где реально главный герой учился проходить сквозь стены. Вот понимаете? Какие разные уровни мышления, да? Ну, какое отличие в мышлении, в логике, в подходе к проблемам? Для нас это проблема, для наших детей это, естественно, всё по-другому, потому что мы разные поколения. Более того, спросите соседа, у него как-то было по-другому, и как-то он иначе относится, и у него свои опасения по поводу учебного года, если вообще они у него существуют. Поэтому здесь важно понимать, что мы разные, и действительно есть двери, в которые легко входить. Причём, что ещё мне кажется интересно, если для взрослых это, может быть, действительно какая-то стрессовая зона выхода в этот учебный процесс своего собственного ребёнка, потому что у тебя, может быть, были какие-то сложности в школах, а у ребёнка, надо спросить самого ребёнка, для тебя это сложно? Или же всё это так надумано мной, мамой, папой, ещё бабушками и дедушками, которые видят в ребёнке какого-нибудь вундеркинда, а он таковым совсем не является? Может быть, и так, да, очень важно разговаривать. Вы знаете, что я ещё, вот у нас есть память генетическая, мы об этом уже говорили, почему раньше было сложно очереди, нету обуви, нету колготок, нету белых рубашек, нету тетрадок, ручки, дефициты, везде мы стоим в очередях. Сейчас можно хоть в январе начать закупать школьные принадлежности от стирательных резинок до каких-нибудь суперклассных и дорогих тетрадей по штучке каждый месяц, если вам это очень важно. То есть тут важно понимать, что вообще, а мой стресс-то, он оправдан чем-то или он просто по инерции мне достался с памяти, с моей собственной. Очень важно, как мы относимся, потому что вот я не любила учиться в школе, я ещё недавно думала, как я вот для меня эти 10 лет, а потом ещё второй ребёнок, это выстрел в голову. А потом я думаю, Оля, а у тебя есть шансы изучить алгебру, геометрию совсем уже с другим умом. Конечно. И когда я решила для себя, что я могу восполнить те дырки, которые у меня были, я думаю, боже, какое счастье, но наконец-то, потому что в памяти я иногда вспоминаю, что вот я в третьем классе пропустила какую-то тему, там, где из пункта А в пункт Б вышел автобус. И для меня эти задачи до сих пор какие-то вот я пропустила, в общем-то. Да, или проболела, или прогуляла. Да, у меня, я проболела тогда, я ещё не прогуливала в третьем классе, да и вообще я не прогуливала в школе. А что сказала она, сожалея? Ну, как-то, да, правильная девочка в школе была. Так вот, у меня реально есть шанс заполнить и больше никогда к этому не возвращаться, и для меня это теперь уже интересно. Недаром же говорят, что дети вас научат всему тому, чему вы не научились в своей жизни. Хорошо. Итак, теперь вот этот самый переход. Сегодня у нас 14 августа, осталось две недели, и мы прямо давайте по пунктам, как облегчить нам с вами... Первое, начинайте вставать пораньше, с завтрашнего утра. Хорошо. Сделайте для себя в эти пораньше 15 минут что-то приятное. Хорошо. Это мы сами для себя, как родители, как мы готовим детей по поводу темы подъёма. Ну, наверное, потихоньку нужно входить в режим, да? То есть если ваши дети имели право до 11-12 часов смотреть фильмы, читать книги или ещё что-то, то вы... Точно так же, на 15 минут пораньше отправлять спать, потому что сразу на полчаса лечь раньше, это, конечно, ну, нервную систему надо перестроить, да? Поэтому на 15 минут, потом можно и на полчаса. И что ещё можно сделать, чтобы нервной системе помочь расслабиться? Кому приемлемо и интересно, то это аромамасла. Есть совершенно крохотные аромалампы, которые зажигаешь с любым маслом, которое приятно. Только подсчитайте, чтобы оно было не тонизирующее. Да, чтобы оно настраивало, например, на какое-то... Да, расслабляло нервную систему, а не тонизировало. Успокаивало, да, снимало там, например, тревожность, да, ещё какие-то моменты. Хорошо. И, пожалуйста, за 2 часа до сна или в 7 часов вечера зажигайте эту лампочку, 3 капли этого масла в любой аптеке или в специальных отделах у нас по городу, их сейчас в достатке, приобрели. А ароман в доме приятный, ненавязчивый, нервная система работает как надо. Это действительно работает. Также спросите своих детей, не задавали ли им проекты на лето? Потому что у вас есть ещё целых 2 недели для того, чтобы успеть эти проекты проконтролировать, по крайней мере, сделали ли дети их или не сделали. Да? Я знаю, что очень во многих школах задаётся на лето книги. И сейчас родители начинают, судя по тем письмам, которые ко мне приходят, начинают задавать вопросы своим детям. А ты прочитал все те книги, которые были по списку? Ребёнок говорит, конечно, нет. Начинаются истерики, какие-то разборки. У нас есть ещё целых 2 недели, друзья. Это целая жизнь до 1 сентября. Поэтому я рекомендую родителям, конечно же, сложно сейчас заставить ребёнка читать книгу. Пусть одну книгу он читает за эти 2 недели, а ещё две, например, аудио, можно книги послушать по той или иной теме. Или же посмотреть какой-нибудь спектакль или какой-нибудь фильм по той или иной книге. Мне кажется, что сейчас в интернете есть масса краткое содержание. Раньше это было в конце специальных книг, вот в моё время, но сейчас это всё есть. Потому что тут уже цель не просто прочитать, а подготовиться к школе. И если вы расслабились и упустили, то вот сейчас воспользуйтесь этими возможностями и всё-таки сориентируйте ребёнка. Хорошо, у нас есть проблема. Не будем говорить, у нас есть задача. У нас есть задача, всё верно. У нас есть задача. Ты же в курсе, когда задача задаётся, у неё всегда есть решение и всегда есть ответ. Давай подумаем, как мы эту задачу решим самым эффективным способом и уложимся в это время. Какие у тебя мысли? Так, а у меня какие мысли? Я записала, пока не рассказала. Пусть он ещё и сам подумает. Пусть ситуация сложная, но зато она очень хороший урок. Во-первых, она учит выкручиваться. Во-вторых, она учит быть дисциплинированным даже летом. И в-третьих, она учит совместными усилиями, как вот прямо вот единая семья, все вместе, плечо к плечу, решить эту задачу. И я думаю, что как бы она у вас не решилась, идеально или не очень, это всё равно процесс прекрасный и замечательный. Он просто объединяет. Главное держать себя на вдохе и выдохе. Отлично. Итак, настрой ясен. Теперь хочется ещё проговорить тему, когда ребёнок не совсем успешен. То есть одно дело, например, ваши дети великолепно учатся, и они с удовольствием бегут в эту школу. Какой подход вот к таким детям? Я вот себя настраиваю, да, и людей тоже, о том, что школа меньше, чем жизнь. Да. Поэтому её надо просто пережить. Пережить грамотно. Да. Вообще говорят, что, ну как, испытания, они всегда бывают в жизни. И, конечно, очень здорово и очень ценно пройти достойно эти испытания. Что значит достойно? Это значит, что не упасть в жертву и не распластаться тряпочкой. Я вот сама не любила школу, потому что были предметы, которые мне были неинтересны, мне было лень их учить. И я помню, что я перед школой болела трахеитом три недели к ряду. Болезнь тяжёлая, но организм работал как часы. Мне никак в то время родители не могли помочь, но на самом деле сейчас очень много литературы. Сейчас психологическая информация настолько доступна, что вы точно можете поговорить со своим ребёнком. Я понимаю, что тебе страшно, ты волнуешься, но давай мы поговорим, с тобой всё будет хорошо. Раньше даже ведь мысли не было об этом, что поговорить. Даже не понимали, что болезнь перед школой – это может быть форма просто ухода от ситуации. Процесса, который не устраивает тебя. Да, я оттяну, я пока не пойду. Но болезнь, да, организм же берёт своё, организм выздоравливает. И всё равно туда придётся идти. И вот если вы сможете, даже если ваш ребёнок переживает и не хочет, и внутри у него тревожность поднимается, вы всё-таки, кроме того, что вы будете капать аромамасла на снижение тревожности, ну поговорите с ним, ну поделитесь, что да, ты справишься, я в тебя верю, я тебя очень люблю. Это надо прожить, ведь там это потом тебе самому пригодится. Мы тебе поможем и будем рядом. Тебе надо только первый раз сходить, 1 сентября, а потом будет легче. Уже на один день будет короче учебный год. Да, и более того, ну немножечко придёт в себя, окунётся в новое. Там же друзья, там же есть всё равно какие-то предметы, которые доставляют тебе удовольствие. Вообще ищите сильные стороны своего ребёнка, потому что не бывает так, что неуспешен вообще во всём. Не бывает. Где-то есть, переносите акцент с неуспеха, вот именно акцентируйте. А вот смотри, у тебя получилось, у тебя здорово вот это, вот это выходит, получается, да? Сейчас кто-нибудь скажет, а мой сын только в физкультуре успешен. Отлично, отлично, это тоже уже неплохо. А это правда неплохо. Вот какой здесь момент? Вот, например, тебе сложно отжиматься, а ты же сжал зубы и делаешь, да? А вот эту твою способность, ты, например, в русском языке мог бы где-то применить? Ну вот где-то. А где? А как, понимаете, вот включать воображение и стараться вот, ну, искать варианты, потому что... Сжал зубы и пишешь диктант. Скрепишь зубами и пишешь диктант, да? Да, просто учишь правила и делаешь, например. То есть надо подумать, надо разговаривать, и это точно поможет, по крайней мере, снизить стресс, и ребёнок поймёт, что он не один. Действительно, переносить внимание в зону роста, да, а не в зону неудач, неуспеха, да? И не забудьте, у нас просто программа уже заканчивается, да, не забудьте подвести итоги, чему же вы все вместе, как семейная система, научились за это лето. Дело в том, что мы должны с вами транслировать детям о том, что ведь развиваться можно не только в школе, да, развиваться можно круглый год и вообще практически везде. Поэтому будьте счастливы, да, и мы желаем, чтобы процесс отдыха и процесс обучения и работы вам давался намного легче. Не превращайте жизнь в сплошной кошмар. Наслаждайтесь всем тем, что происходит ежедневно. Я желаю вам мудрости, лёгкости и радости. Это была программа «Практическая психология». С нами сегодня был практикующий психолог, психотерапевт Ольга Счастливцева. Ну, а я на этом прощаюсь. Встретимся через неделю. Практическая психология. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.